Всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня мы будем рисовать с вами базовые брюки. Меня об этом попросили в комментариях, и поскольку мы набираем с вами основу, естественно, мы их будем рисовать. Начнем с брюк. Джинсы отложим чуть-чуть, но попозже, потому что они немного более сложные по рисунку. А брючки мы сегодня будем делать. Открываем шаблон. Еще раз напоминаю, что шаблон можно скачать абсолютно бесплатно. Я оставляю ссылочку внизу под видео. Открывайте и его скачивайте. Первое, с чего я начну, это с коррекции шаблона. Поскольку мы рисуем брюки, рукава мне не нужны. Хотя, конечно, может быть, бывают брюки с рукавами. Но в нашем случае я сразу с шаблона удаляю рукава, чтобы они мне не мешали. И делаю два таких манекенчика рядышком, чтобы мне было удобно нарисовать брючки спереди и брючки по спинке. Вообще, когда я хотела только записать это видео, показать, как рисуются брюки, я задалась вопросом, а что же мы сейчас воспринимаем базовыми брюками? То есть это классика, которая костюмная и которую мы видим в таком более классическом исполнении? Это джинсы или это все-таки уже какие-то джоггеры? И у меня встал вопрос, я поняла, что надо рисовать все три модели, но первую базовую я выбрала именно вариант модели классических брюк, базовых классических брюк. Они полегче по рисунку, будет более понятен принцип, а потом уже на основе этого принципа можно будет, соответственно, рисовать следующие модели. Я поправила наш шаблон, приблизила, поставила замочек на слой, на котором шаблон, и создала новый слой, нажав вот сюда на плюсик, на котором я буду рисовать. Рисовать я буду инструментом перо, еще раз напоминаю, что рисую я мышкой. Так, первое, с чего мы начнем, давайте нарисуем пояс. Я буду рисовать брюки на классическом месте, на талии. Сейчас пошла мода, соответственно, на то, чтобы брюки были завышены, ну или как минимум на талии. Лет 10 назад была мода на заниженную талию, даже классику делали заниженную. Поэтому вот сразу оговаривают, что я рисую классику. Так, вот она моя линия. И давайте сделаем прямые штанины. Не буду делать никаких здесь ухищрений, просто прямо сделаем. При этом, как правило, у брючек, которые классически, низ подгибается либо вручную, либо подклеивается, либо иногда бывает там подкладка. Ну, не всегда, но бывает. Вот, поэтому по линии низа тоже не будем давать какую-то дополнительную отстрочку, чтобы не смущать. А вот у нас получилась штанинка. Немножечко поправлю. Так, а что мы бы с вами хотели видеть на данных брюках? Конечно же, карман. Карман может быть прорезной в швее, его нужно обязательно обозначить. Наличие или отсутствие отстрочки – это уже дизайн элементы, которые отдельно, но карман на классических брюках мы бы видеть с вами хотели. Плюс ко всему выточка, она может быть перераспределена, может быть, и может быть еще у нас с вами стрелочка. Смотрите, на шаблоне это все предусмотрено, у вас уже есть линия стрелки, которую нужно просто обозначить. Чтобы стрелка гармоничнее смотрелась на ваших брючках, я рекомендую ее делать более тонкой линией 0,25. Вы сейчас ее хорошо увидите. Вот она есть, вот эта стрелочка. И еще у нас с вами будет шлевка для ремня. Тоже она будет по линии выточки, по линии стрелки. Соответственно, вот здесь. Она обычно выходит... Не попала. Обычно она немножечко выходит за пределы пояса и чуть-чуть вниз. Вот таким образом у нас будет располагаться шлевка. Точки тоже поправить. Смотрите, при приближении видно, что я не попала точно в пояс. Все это надо исправить. Вот она, моя линия. В общем-то, половинку мы уже нарисовали. Мы готовы ее раззеркалить. При этом, смотрите, я сразу сделала вынос пояса. Это уже зависит от того, как вы планируете их застегивать. Что я сделала? Выбрала все. Взяла инструменты. Зеркальное отражение. Поставила их на центральную линию. Начала вращать по кругу. Почему так быстро получилось? Я нажала кнопочку shift. Сразу мне сделала 90 градусов. Нажала кнопочку alt. Она скопировала. Отпустила кнопку мыши. Отпустила кнопки клавиатуры. И все. Все теперь у меня есть. Теперь вот эту часть только надо вывести вместе с шлевкой на передний план. Монтаж на передний план. И мы не будем сливать наши половинки. Нам нужно просто их покрасить. Но только половинки. Не красьте линию, которая обозначает стрелку. Вот таким образом. Пояс тоже покрасим. И также покрасим шлевки. Немножечко там у меня пояс торчит. Сейчас мы его поправим. Мне не нравится. Не должно там ничего торчать. Чуть-чуть здесь. И чуть-чуть здесь. Все. Ровненько. Как правило, там внутри будут крючочки. Как правило. Кармашки. Классические брючки. Иногда, иногда можно рисовать еще вот так. Если у нас есть с вами стрелочки, то мы можем вот сюда добавить, сюда точку добавить и сюда точку добавить. Добавляйся. Не хочет. Сейчас мы выберем. А вот там точка. Вот здесь. И вот эти крайние точки чуть-чуть поднять. То есть и будет ощущение, что выбираю Direct Selection. Это белая стрелочка. И клавиатурой, стрелочкой вверх-вниз, вверх чуть-чуть их подняла. Будет более такое интересное ощущение от наших с вами стрелочек. Теперь всю эту конструкцию переносим на соседний. Здесь у нас уже с вами будут кое-какие изменения. А именно карманы так уже смотреться у нас не будут. Они могут быть, может их не быть. Могут быть другими, там с планочками. Пожалуйста. Это уже индивидуальные особенности. Окно. Обработка контуров. Сливаю пояс. Криво немножко он слился. Сейчас мы уберем лишние точки. Вот. Смотрите, опять у меня убежала шлевка. Ничего страшного. Правой кнопочкой мыши по ней. Монтаж на передний план. Она просто с поясом поменялась местами. Это нормально. Центральный шов. И что здесь я сделаю? Я сейчас уберу цвет заливки. Чтобы я видела всю конструкцию. Соответственно. Вот эти штучки. Вот от сих пор мы поставим из-под попы. Это я пером плюс. А пером минус сейчас уберу вот эти точки. Или просто кнопочкой дейлейт. Можно это убрать. Так, нет. Вот эту точку только. Так. И здесь то же самое. Почему? Я хочу, чтобы у меня здесь были выточки. Соответственно, я нарисую здесь выточку. Я нарисую здесь выточку. В обязательном порядке поправлю, что вот эти части у меня сверху. Выбрала обе объекта и поместила их наверх. И сюда хотелось сделать карман в рамочку. Вот так. Кармашки тоже могут быть любые. Они могут быть, могут не быть. Это уже особенности дизайна. Но я бы хотела их оставить и показать. Да, иногда линия, она вот выше, ниже. Но не всегда ее заглаживают прямо из-под кармана. Вот таким образом. Теперь можно вернуть заливку на оба наши объекта. Вот. И в принципе еще можно такую вот вольность сделать. Такую вот штучку. Она немножечко... Сейчас мы вот эту часть, чтобы тоже красиво стало. Даст такую вот большую легкость эскиза. При этом нужно убрать с нее цвет заливки и сделать ее очень и очень тоненькой. То есть, ну... В общем, там у нас всегда под попой немножечко есть залом. Вот у нас получилась с вами пара прекрасных классических брючек. Сгруппировать. Сгруппировать. Ну и давайте, конечно же, придадим им разные цвета. Берем брючки. Ну, в белом цвете у нас это, конечно, вряд ли все будет. Как правило, это обычно в черном. Меняю цвет обводки. Вот они, смотрите, прекрасно смотрятся в черном. Дублирую еще одни. Можно сделать их в бежевом. Теперь выбираю только цвет пояс. Пояс. Давайте, пояс. Шлевки. Двойной клик. Две половинки. Две половинки пояса. И две шлевочки. У меня есть заливочка. Очень приятная бежевенькая. Только мы ее сейчас немножко поправим с вами. Это я уже полезла в трансформирование узоров. Так сразу туда не залезешь. Но можете попробовать. Инструмент называется масштабирование. Вот так. И давайте сделаем еще одну копию. Тоже войдем в режим изоляции. Смотрите, как еще можно перекрашивать волшебной палочкой. Хлоп. И получить вот такие брючки. Только я бы их поправила. Не хотят? Не хотят они правиться. Сейчас мы их еще раз сделаем. Так. Так. Вот так. Что-то законючили они у меня. Бывает такая штука. Это не страшно. Надо просто их... Вот. Поправить. И смотрите. Получилось. Три пары базовых брюк. Вот здесь не очень хорошо видно стрелку. В связи с этим вы можете стрелку сделать пожирнее. Потому что за счет того, что есть структура и фактура ткани, у нее есть цвет достаточно пестрый. Плюс такого способа вы можете наложить туда любую ткань, какую-то шерсть, вилл, клетка, структура, букле. Вот то, что вы хотели бы, гладкий сатин, поплин и так далее. И сразу сфизуализировать, как это будет смотреться. И если, когда мы рисуем спинку перед, то в дальнейшем планируется, что здесь мы с вами добавим техническое описание, степень прилегания, шикак, какая плотность ткани, будет ли там подкладка, из чего мешковины карманов, какого размера они, что там внутри, какие крючочки, отделки и так далее, то данный эскиз уже служит для такой красивой визуализации, чтобы уже можно было собрать, показать, посмотреть, а как это будет смотреться из какой-то красивой ткани, которую вы могли увидеть в магазине, сфотографировать и вот так вот ее покрасить. Поэтому пользуйтесь, очень классный инструмент. Сразу хочется сюда сделать жакет, пиджак. Можно добавить джемпер, можно еще что-то подобрать. Мы с вами это дальше еще отрисуем. Все, постепенно, все сразу. Уже часть эскизов мы нарисовали, это уже ваш пятый эскиз. Дальше будет больше, дальше будет интереснее, но у нас еще остались кое-какие базовые модельки, которые нам нужно с вами дорисовать. Пишите, что вы хотите еще порисовать, что вам показать. Я все комментарии смотрю. Как видите, все для меня это действительно важно, понимать, что мы движемся в правильном направлении, и для вас это актуально. А на этом на сегодня все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Для меня это очень важно, понимать, что то, что я делаю, вам нужно. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, тогда вы не пропустите новые видео, а они у нас выходят на канале постоянно на очень интересные темы, не только по рисунку эскизов. С вами была Чайковская Екатерина. До скорых встреч. Пока-пока.